Купа мусора! Ну а перед тем, как мы перейдем к сегодняшней теме, если вы впервые на моём канале, и если вы играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете на другой платформе, обязательно оформите подписку. Поддержите меня как начинающего автора. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня — это мой тег-автор Мотивкар в вашем жедневном магазине Fortnite. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом моей группы канала ВК. Ссылка в описании, так вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята, в конце видео. Ну а теперь, после небольшой саморекламы, приступим к сегодняшней теме. Что ж, предлагаю начать с самого банального преимущества мобильной платформы, а именно прототивность. Думаю, подобным людям, как и я, которые часто путешествуют, это особо важно. Кто смотрел видео на моём канале «История моего мобильного киберспорта», тот знает, что одна из основных причин, почему я играю в Fortnite именно на телефоне, это то, что я часто путешествовал и консоль с собой я не брал. Зато телефон всегда в твоём кармане, и независимо от того, где ты сейчас находишься, главное, чтобы был интернет, спокойно себе играешь в игру консольного уровня. Спокойно можешь играть дома, в школе, в гостях, ну и везде, где берёшь свой телефон с собой. Отсюда выливается ещё один плюс комфортности Fortnite Mobile, А именно, чтобы играть в Fortnite на компьютере, вам надо сесть, вам надо включить компьютер, запустить Fortnite и сгорбившись сидеть за компом несколько часов подряд. Это вам ещё повезло, если у вас есть нормальное, удобное игровое кресло. Также и на консоли. Для консоли нужен свободный телевизор, а уверен, ваш батя вам не уступит. Ну или надо иметь свой собственный монитор, тогда уже будет полегче. А вот с телефоном всё куда проще. Просто лёг, сел, как тебе удобно и играешь. Также могу отметить третье преимущество мобильной платформы, а именно экономия. Конечно, кто смотрели мои две части ТОП-5 лучших андроидов для Fortnite Mobile, знаю, что если вам нужен телефон на андроиде, который официально поддерживает 60 FPS в Fortnite, вам надо иметь в своём кармане от 50 тысяч рублей. И многие сразу напишут, что мол, за такие деньги можно купить себе консоль, ПК, нафиг тебе телефон. Ну так, ребят, а в чём смысл телефона? Покупая себе хороший телефон, примерно за 50 тысяч рублей, вы обеспечиваете себя классным гаджетом на ближайшие 3 года минимум. Стоповым экраном, камерой, с него можно звонить, делать всё, что хочешь, в том числе и играть в Fortnite. Если ты купишь ПК, это будет ПК, он будет предназначен только для игр, ну или каких-то работ, когда ты дома. Купишь консоль, будет предназначен только для игр. А купишь телефон, он будет предназначен для всей твоей жизни, ну и для игр тоже. Ну и четвёртый, и одно из самых важных преимуществ в Fortnite Mobile является безопасность. Сейчас объясню. Давайте не будем отрицать и скрывать тот факт, что у многих из вас есть родители. Может у тебя мать сдохла? Если ты такой даун с 5iq, говоришь то, что мать сдохла, да, шутить про мать в 2020 году, класс! Я имею в виду реальные типичные нормальные родители, которые следят за вами, вас воспитывают и так далее. Просто иногда у родителей есть тенденция за какие-то проколы отбирать у вас игровые устройства. Ну и допустим, если вы в очередной раз провинились, у вас отобрали консоль, у вас отобрали ПК, вы больше никак не поиграете. Скорее всего, есть один единственный вариант, это сходить в ПК-клуб, и то этот вариант только для ПК-игроков. Потому что консоли в игровых клубах большая редкость. Ну и соответственно, у вас отбирают какой-то игровой девайс, и вы просто не играете в игру там какое-то время. Ну а так, если вы будете играть в Fortnite Mobile, вы будете всегда со своей игрой. Ну я думаю, единственное исключение, если у вас родители не отбирают сам телефон, но это уже слишком. Но помните, этот пункт всегда можно избежать, просто хорошо себя вести. А также статистикой доказано, что родители людей, которые на меня подписываются, добреют на 200%. Так что, ребят, я бы на вашем месте бы не стал пытать удачу, бы молча подписался на канал и радовался жизни. Ладно, погнали к пятому самому важному преимуществу игры в Fortnite на телефоне. А именно, особенности игры Fortnite на телефоне. Все мы знаем, что Fortnite в основном это киберспортивная игра, и самое главное в ней играть лучше всех. Круто играть на консоли или ПК не является чем-то сверхъестественным, потому что практически каждый на этих платформах умеет хорошо играть. А вот Fortnite Mobile это совершенно другое дело. Эта платформа необычна, что вы можете достичь такого же скилла, как игроки на ПК и консолях, играя всего лишь на вашем телефоне. У вас нет физических джойстиков и кнопок, перед вами сплошная гладь вашего смартфона. Перед вами управление без границ. Каждый создает какое-то свое управление из тысячи вариаций. Я уверен, если вы начнете играть в Fortnite на телефоне, даже если вы уже играете в Fortnite на ПК или консоли, примерно через 2 месяца усердной игры вы станете играть как про. Тем самым сможете удивить любого игрока в Fortnite. Начиная играть в Fortnite Mobile, вы становитесь особым игроком. Не таким, как все. У вас более сложный путь становления киберспортсменом в игре. И если все же вы научитесь круто играть, респект ваших друзей, да и любых игроков в эту игру поднимется до небес. Круто играть в Fortnite на телефоне, это означает играть с честью. Что ж, а теперь сложите все 5 пунктов из этого видео и вы получите лучшую платформу для игры в Fortnite. Жаль, конечно, что сейчас Epic Games как-то все равно на комьюнити Fortnite Mobile, а именно имея в виду конфликт с Apple. Лично я считаю, что именно за мобильным геймингом наше будущее. Вот возьмите в пример PUBG. Да, игра мягко говоря говно, она так сильно испортилась со своего релиза. Но даже несмотря на это, их комьюнити все растет и растет. Даже можно с уверенностью сказать, что разработчики больше внимания уделяют PUBG Mobile, чем их версии на ПК. Я верю, что однажды Fortnite Mobile будет снова доступен на всех устройствах. Ну а также Epic поработают над оптимизацией Fortnite Mobile, чтобы эта игра шла хорошо практически на всех телефонах. А на какой платформе играете именно вы? Пишите об этом в комментариях. Пишите ваше отношение к Fortnite Mobile. Ну а если вы досмотрели этот ролик до этого момента, то пишите в комментариях хэштег Fortnite Mobile Top. Все подобные комментарии я обязательно лайкну, потому что буду знать, что вы досмотрели это видео до конца. Обязательно ставьте лайк и делитесь этим видео со своими друзьями. Ну а с вами был Матвей. Аста луэго.